Всем добрый день! На часах 15.03 по Москве. Мы следим дальше за Эпик Лигой, 2-й дивизион и 3 матча формата БО-3 на сегодня. Команда NIP против Gambit, первый матч этого дня. Дальше посмотрим Empire Wind Strike и SpiderPix и Leaf2Win, завершающий матч игрового дня. В понедельник на дворе, соответственно, только 2-й дивизион. 1-й дивизион уходит на перерыв до четверга, так что наблюдаем за командами Тир-2. 5-мен, напоминаю, уже покинули этот турнир, они на 10-м месте, со счетом 0.9 и 0.18 по картам, соответственно, они получили тех поражения на всех картах. Команда была перспективная, но что-то случилось у ребят, видимо, что-то не поделили, что произошел в фулл-демант. Тем более на турнире, где они могли, ну, какие-то деньги заработать сейчас, в общем, для Тир-2 команд РЦ это достаточно такой важный момент на турнирах по 50-100 тысяч долларов, где призовые, ну, хоть что-то зарабатывает. Ну, да ладно, будем смотреть. Лекция в форсной связи. Никита, здравствуйте. Как-то ваша собака, который провод погрызла, и вчера мы не были с вами. Как дела, короче? Так, ты тут? Я тебя не слышу опять. Ага, форса нет. Я сам с собой. Привет, привет. Я учувствовал, что ты не нажал, как обычно. Здорово, здорово. Да, собака погрызла провод, это правда. Еще, ну, ладно, он как бы сгрыз этот от интернета провод, знаешь, он же тоненький, но он умудрился еще сожрать провод питания от принтера, а он же жирный, прям вообще невероятно, как он его сгрыз, я вообще не представляю. Ну вот, но он, слава богу, был отключен, так что он пёсель не пострадал. Ну, это главное, это главное. И ты у нас теперь в порядке, готов и в доту играть, и комментировать доту. Ну, я уже на прошлой неделе так поправился, я уже на прошлой неделе ходил там заниматься, так что да, я в принципе готов. Ну, ты же уже и от короны выздоровел, да, ты теперь у нас... Ну, блин, я не знаю, наверное, да, потому что я сдавал на антитела тест, мне приехали результаты, в которых мне сказано было, что скорее всего я переболел, скорее всего второй раз заразиться у меня вероятность маленькая, и скорее всего я не заразен. То есть вот в таких вот формулировках. Вот. Ну, уже прошла неделя, я думаю, что всё в порядке. Так что... Ну, с того момента, как я тесты сдал, так что сейчас точно всё в порядке. Вот, короче, не болейте, ребят, болеть это отстой. И болеть, болеть отстой, ну, ничего не по делу, такие времена. Ладно, давай к игре перейдём. Гамбит против NIP. Ожиданий каких-то нет. Я посмотрел коэффициенты от париматча, вам советую заглянуть. 1.97 на Гамбит, 1.77 на NIP. Гамбиты пока не так много сыграли, у них по сути две игры сыграны, у команды NIP-6. То есть у Гамбитов ещё очень много игр осталось тут. Ну, по сути, это неделя игровая остаётся, поэтому Гамбиты, похоже, будут играть прямо каждый день. И не самые простые для них противники. NIP, вот смотрю дальше, lift to win. Потом SpiderPix, короче, не знаю, не знаю. Я не думаю, что Гамбиты сейчас должны прям душить всех. Учитывая, что у Гамбитов две победы. Одна из этих побед против Five-Man, а это было поражение тех-победа. Про Гамбит пока мало чего можно сказать. Ну, а ты вот что, по составу можешь сказать? Я одну игру смотрел у них. Ну, мы с тобой смотрели её. Мы с тобой вместе её, наверное, и смотрели. Мне кажется, да. Мне кажется, что я даже на какой-то другой лиге что-то смотрел. Ну, ладно, может быть, я ошибаюсь. Или это было просто в групповой стадии, где мы типа по одному комментировали. Это мы вот уже в плей-оффе более-менее вдвоём комментируем. Короче, ну, ладно, забудьте, забудьте, что я сказал. В общем, я видел их игру одну. Мне показалось, что они довольно неплохо играют. Довольно неплохо играют. И конкретно против команды NIP, против ребят, которые, ну, просто очень часто забрасывают игры вообще с невероятной чистотой. Мне кажется, у них хорошие шансы. Ну, и вот, собственно, наши партнёры из париматча тоже там дают такие коэффициенты, что там не сильно большая разница. Явного фаворита в этой встрече выделить нельзя. Но посмотрим на драфт и посмотрим на первую карту. Потом уже ближе ко второй можно будет какие-то, наверное, выводы сделать. Хотя бы минимальные. Хотя, опять-таки, по одной карте делать выводы о конкретном противостоянии довольно трудно. Если только первая карта не заканчивается за 20 минут, знаешь. И то, и то, знаешь, бывает. Вот эти B1, почему не любят B1 игроки? Ну, потому что может что угодно произойти. Но вот по драфту Omni Knight я его вижу уже не впервые. Он появляется при этом на позиции 5 всё чаще и чаще. Слушай, а матчмейкинг тоже Omni Knight им теперь? Я пару раз видел Omni Knight, но я не могу сказать, что я был сильно доволен этим персонажем. Поскольку когда против тебя, например, играет... Ну, его на тройку я видел пару раз. Просто когда против тебя, например, враг пикает Марса или там какого-то другого метового хардера, хорошего, полезного, там, бистмастера, а у тебя на Omni Knight товарищ никакого давления на линию не оказывает, и потом в игре его просто нет. Ну, немножко трудновато играть. Вот, наверное, против каких-то комбинаций, вот типа Фантомка Магнус или там против Дровки. Может, это как-то и хорошо работать, может, но, честно признаться, мне не очень нравится. Вот здесь у нас действительно Omni Knight позиция 5, он будет играть вместе с Марфом. Рубик Марс линия на сложный у гамбитов, и сейчас они ласпикуют в мид. Скорее всего, должны они ласпикнуть Эмбер Спирит, это самый очевидный драфт, поскольку Эмбер Спирит... Ну, блин, вот против Вайпера типа он может не выставить? Как вот... Почему так гамбиты думают долго? Что, мол, НИПы посвапывают Войд Спирита в топа Вайпера в мид, и Эмбер Спириту будет трудно. Но Эмбер хорош и против Войд Спирита, и против ПЛа хорош. Ну вот, и у Вайпера контроля нет потом по игре, тоже он ему особо ничего не делает. У него Атосик там появляется, но мы все знаем, что такое Атосик против Эмбера. То есть это где-то там Фисты, где-то там на Ремнант улетел заранее. Ну, как бы нормального Эмбера очень тяжело остановить. Долго думали, взяли Эмбера в конце. Ну, самый очевидный пик. В данной ситуации. И в конце концов Сейберлайт у нас будет играть на пост-ревайпере. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, пока у нас команды разбирают героев, и идет Strategy Time. Небольшая рекламная перебивочка. Забудь о тормозах на стриме и плохой картинке, ведь именно для тебя Мегафон сделал ненормально быстрый интернет. Смотри, все трансляции Epiclic на ненормальных скоростях вместе с Мегафоном. Самым быстрым партнером нашего турнира. И, конечно же, HVL-эксклюзивный автомобильный партнер трансляции Epiclic. В мире киберспорта ведет игру на максималках. И про PL, кстати говоря, тоже хотелось бы добавить. Персонаж не сильно популярный в нынешнее время, но периодически залетает. Вчера появлялся, не поверишь. Вчера появлялся. Притом появлялся PL против Эмбера. Как раз-таки Эмбером тоже закрывали. Я тоже, в общем-то, и говорил, что Эмбер классно смотрелся. Поэтому как-то потихоньку... Как раз-таки и PL, и OmniNight были. То есть пик для меня отчасти похож. Там, конечно, были противовесы. Поэтому PL, по-моему, Джиггернал. Здесь уже Морфлинг. Морфлинг ведь может и в PL превращаться. Помнится времена, когда и Морф там мог собираться как PL. Но я вот не знаю, делают ли это сейчас вообще, если в этом смысле... Слушай, а если Морфлинг Аганим покупает, Марса же можно превращаться, второй удар давать? В этом есть какой-то смысл или это фигня нерабочая? Я не знаю. Наверное. Но хотя ты в форме же Марса остаешься с другой стороны, да? Можно превращаться в Омника и давать тебе репел. Вот это выглядит интереснее. Но я не уверен, что Дурачёй будет здесь Аганим покупать. Это так просто. Вариант, ты всегда вспоминаешь какие-то. Так что, наверное, здесь Морф будет по классике. Классике жанра. Вайпера взяли ребята на первой стадии. Мы уже видим, что ты не банишь просто спектру. Ты заставляешь в итоге противника на второй стадии банить спектру. Сам забираешь вайпера и всё. И очень удобно. Забираешь у противника баны, берёшь универсального героя. Как мы уже поняли, вайпер не обязательно против спектра. Или там Бристалбека. Вайпер-то в целом берёшь, покупаешь Атос, там покупаешь какие-то статы. Очень классно будешь смотреться. А тут, конечно, там против каких-то Веселов Атосов Омни Найт должен действовать на ура. И спасать своим Хэмли Грейсом. Ну, глядим на дистанции, как это там не на это засидится. Ну, вот вчера с Бобруха обсуждали, что Valve обещали патч крупный, да? И не сделали. Фишка не в этом. А мы подумали, слушай, а идёт же Эпик Лига. А чё делать? Во время Эпик Лиги перед плей-оффом создавать огромный патч? Или всё же уже дождаться, пока Эпик Лига закончится полноценно? А это до какого там? До 13 августа? Ой, августа. Декабря. Так что, не знаю, может быть дотянут вообще до 13 декабря. Я не знаю. Вполне вероятно, да. Потому что, ну, это как-то не совсем правильно было бы. Я тоже об этом не думал. Ну, тут, понимаешь, просто делать-то нужно сразу. Лиги идут одна за другой. Я уверен, закончится Эпик Лига, и там ещё какой-нибудь начнётся. Да не-не, дружище, там же Рождество будет. Ну, ладно, в Европе не начнётся, но в Азии начнётся. Может быть что-нибудь. Там какой-нибудь опять БТС, блин, очередной. Ёлопал уже сколько можно. Ладно, ждём, ждём героя, потому что все ждут. Блин, я на самом деле не сколько героя, а жду, сколько патч-патч. Конечно, конечно, ну, с героями-то патч придёт. Что-нибудь глобальное из... Ну, ладно, даже не надо чё глобального, чтобы главное изменения были какие-то. Там у плюсик 2, плюс 3, там талантики поменять что-то вот. Миша почти умер. Почти, но не умер. Чего не хватило? Да, не могли обойти подблощадь как-то нормально по-человечески, но... А он заманивает что ли? Дааа, то, с Ренант. Всё это вот тучей Сайберлайта. Красиво, красиво творят. Чего в голод с этого момента. Тактический выход от Миши. Переманил, убил. Красота. 1-0 за командой Найпи. Так, моя красоту не сделала, извините. Белую красоту. Трансляции. Марс 25 уровень. Я, может быть, думал, знаешь, там, когда мы... Мы ещё не видел вас, по которому, может быть, Марса в мид поставят. И возьмут вообще какого-то там саппорта, а он не на это на тройку перейдёт. Но всё же комбиты посчитали, что Эмбербуд очень хорош. Эмбербуд реально хорош. Эмбербудуд, который с какими-то молниями будет стремить против Белла. Это вообще прям бомба может. Ну да, наверное, что-то в этом... Вроде попытается нам Лоринов показать. Вайпер сразу давит линию, конечно же. Морфу Эйна оставляет полную экспу. Старается не стилить. Это очень важно. Клипочка добивает морф и сразу же берёт второй себе. Берёт маску. Надо ему как можно скорее докачаться до маски, которая даёт лайфстил. Аэра пытается выпулить пачечку и тут кэмпы причём. А вот интересно, а зачем Сиберлайт кэмп площадь? Типа они же пушат линию. Или он именно этот кэмп захотел заблочить, чтобы сюда Омник не перепулил. Наверное, в этом дело. Вот то, что делают NAP на боте сейчас... Мне кажется, морфу по кайфу. То есть он вообще всех крипов почти под вышкой добил. Там двух каких-то не смог. Ну вот. Так у него всё в порядке. Как бы вот он левел апнул. Сейчас у него скоро уже третий. А мы прекрасно понимаем, что когда у морфа появляется третий уровень, то его уже за прокаста как бы ты не убиваешь. Даже не за прокаста, просто ты его не можешь нормально заспамить и убить. Ибо вторая перекачка, она уже более-менее нормально восстанавливает тебе здоровье. Повышает, точнее, твое здоровье. Правильно будет сказать, не восстанавливает, а повышает. Так. Вайпер добрал себе урну сразу. Ларинов в центре пока по крипстату очень сильно проигрывает Суприму. Целую пачку причём летит. И Ферзблат... А, нет, Ферзблат у нас уже был. Очередной фраг делают гамбиты в топе. Здесь Инча где-то там немножечко подзагуляла. Всё-таки решили её догнать и убить. Но, блин, кэмпы не проблочили, ребята, нормально. Нет, второй раз проблочили. Там просто переманил... Всё нормально, всё нормально. Ну, ничего страшного, ничего страшного в этом нет. Ну, мы понимаем прекрасно, что Инча здесь тяжело будет. Потому что летит копьё, телекинез. Точнее, сначала телекинез, потом копьё. Удар критический. Инча это не переживает. На центре прям битва от Витспирита и Эмбера до конца была. Нередко Витспирита играет без Ремнанта вовсе. Там может не появляться он на шестом, на седьмом. Но тут Ремнан был уровень один. Суприм дальше будет качаться. Наверное, Ремнант в один и оставят. Большого не будут максить. По-разному играют люди. Но мне всегда казалось, что... Ну, типа, брать третью и вторую способность намного профитнее. Потому что... Ну, ты элементарно пачку чистишь быстро. Тебя же фармить надо. Ты же Митэмбер, этот самый Витспирит. Ну, вот и ими попасть намного проще. Ремнантам попасть труднее намного. Я как-то попытался поиграть на Витспирите. Я, наверное, за две игры не смог нормально привыкнуть к Ремнантам. Чтобы кидать их, знаешь, не... Ну, под Юлы любой дурак умеет кидать. А вот, типа, вот так вот попробуй попасть. Это, ну, надо привыкнуть. Не так просто. Там, в какого-нибудь врага, который там еще мантит, бегает, где-то там не подставляется лишний раз. Такая простая задача. Я смотрю, Морфлингу стало на линии тяжелее. Тут говорил о том, что стоит фрифармить. Но вот это заблоченный кемп. Ребятами команды Гамбит заблочили. Может быть, сами теперь жалеют, не могут нормально крипов отвести. В итоге, крипов нет нигде. Морфлинг постоянно проседает. Вайпер плюется. Второй поизон. Тяжеловато дурачу здесь. Ты не можешь этой перекачивать в 400 хп. Ты постоянно должен перекачиваться. Реген закончился на линии, что самое неприятное. И он мне на это свой пурификейшн дает в один. Ну, особо-то это не меняет ситуацию дыр. А чуть тяжеловато. ПЛ на тот, вроде как, держится нормально. Да, это же такой герой, который вообще прям не может как-то нагло себя повести. Вот решили сейчас Сайберлайта немного пробить. Только Тинни отошел за рон-контролем. Сразу нападают на Сайберлайта и пробивают его. Блин, вот это, кстати, момент, который настолько часто в играх происходит, что на тройках, мне кажется, уже пора его читать и переставать подставляться. Я сам вот это вот постоянно ощущаю, когда ты на тройке какой-то стоишь. Четверка там убегает, руну контролится. А тут они еще и убить могут, смотри. Да, да, можно и... А, ну там нет твоей... Ну, приятного мало. Как бы Сайберлайт ТП-то нажать не может. Ему надо сейчас умереть. Обязательно, где-то. Пойти от вышки умереть, там, а Омник за ним бежит, чтобы... Нет, все-таки жмет ТП. Ладно, у него ТП есть, наверное, как-нибудь там с ТП добежит, да? На быстричек. Но к тому моменту Морф маску нафармит. И сейчас, если Эйна не сворует слишком много экспы, вот ему с одного Крепочка третий взять, отступить, там, подхилить Морфа, ага, 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 оставить фул экспу, оставить на Маску деньги. И если, ну уж прям совсем прижмет на этой линии, то можно будет пойти в лес. Тут Эра грамотно подождал Омни Найта, прям выдал прокаст, он его кемпил там, наверное, секунд 30. Четко, да, он понимал, что и на руну сейчас у меня нет, может теоретически пойти или там попытаться крипов отвести, и не тут-то было. Эра забирает руну одну, ну и Суприм забирает сейчас пустой боттл руну другую, при этом, я смотрю, Миша творит гадости. Он тут пришел, руну устанет забрать или нет? Я вот не понял, забрал или нет, нет, вроде Эмбер-секи положил. Не показывают, вот что за динайл, не за динайл, вот показывают, что подобрал, а показывают, что боттл. Боттл динайл. Еще было бы прикольно, если бы выкапывал и динайл. Вот, как инфу по рунам, чтобы можно было читать из олчата. Вампира пытаются убить, контратака, Марс бьет больно, Миша, все-таки замедление есть, но дотягивается копьем, просто за километр Марс ударил, и ничего, убил. Не получилось ребятам из НИП сделать фраг, они еще и теряют своего героя. Мидеры пока не гангуют, хотя, в общем-то, что у Эмбера потенциал очень высокий, то есть это не те герои, которые должны стоять там до посинения на миде. Пытаются... Ну, Эмбер шансов больше. Если ему просто здесь сейчас не повезет, то не проблема, можно улетать. Но руну забирает Суприм. Жаль, жаль. Появилась бы руна сейчас на топе, спокойно бы Эмбера ее забрало. Так, Ремнанты повезло Суприму. Тут реально было везение. Кому повезет? А одного Ремнан, то второго Ремнант, который станет. Так, ну что там снизу? Вайпер вернулся. По Нетворсам я переключил, тут вообще ничего интересного. Все коры идут примерно ровненько. Немножко отстойт Марс, но это вообще несущественно. То есть пока очень равная дота. Атака Сайберлайта, но он же с рейндропом, поэтому ему эти вейформы не страшны. Вот и второго уровня этот скилл прокачан. Миша выходит в спину. О, нет, конечно. Ох, Кэра, снова ловят. Блестяще сыграно. НИП, я не досмотрел даже этот момент, они все здесь учли. И вот этот Ремнант аут, и тут же принимает тени. Красота. Минус Эмбер, сейчас становится 2-3. Пока НИП вот за вот эти 7 минут, хоть и преимущество не особо-то много, у кого бы то ни было, но НИП выглядит поинтереснее. Вот такие вот минимальные моменты. Вроде подставили эту юнчу, которая без хп осталась, и в итоге славили героя, фб сделали. Ну и эра. Эра на тени, что снизу, что на центре. Ниша снизу теперь кайфует. Четлячков нет, есть только танго. Приходит Огр. Хороший клип. Можно брони пораскидывать. Аморф уже с маской, то есть, в общем-то, можно и в лес уходить, если дурачу здесь будет тяжело, если начнут его прям душить три героя. Вроде пока аккуратненько стоит. Пачку клипов добивает, я этого-то не трогаю. Проблемы нет. На топе Марс остается на фрей. Пел в лес уходит уже точно. Пел такой с Рингов-Тараски. Я, опять же, не так много Пелов вижу, как и Форрес говорит. Но вот Рингов-Тараски когда-то покупали, по-моему, в тот момент исчез. И я с Рингов-Тараски перестал видеть этот предмет, знаешь, там на каких-то некоторых героях, типа как Холли Локет на видишь. Изредка, где-то там, на какого-то Феникса. Снизу драка масштабная. Масштабная. Омни Найт погибает, Морфлинг Хевелли Грейс получил и выживает. Здесь враг для Сайберлайта, что особенно приятно. Бурмен Шилд еще ОПЛа. Ну, наверное, лучше только Аэрон Талон было найти. Бурмен Шилд. Фарма в дальнейшем на втором месте, я бы сказал. Сойдет. Морф остается. Остается на линии. Масочка работает. Туррификацион идет. Как-то фармит. Второй Найт Ворс у него. У Пэлла немного пониже. Ну, тоже такая большая разница. Фейсбут с Уэмбера. И ДД. Ну, можно было бы погангать, если бы были еще чинные, вообще было бы классно. И мы все же хотя бы в один. Это уже возможность элементарно телепорты какие-то сбить. Ну, а пока про фармстаков. Рубик сделает еще стак. Много тут очень денег для Эмбера спрятать нам. Ой, Спирит Рокен Ринг. Ну, по предметам повезло. Найпи. Хорошие шмотки выпали прям для конкретных героев. Сейчас 10-ая минута. Надо рунки помогать контролить команде. Коры должны где-то подключаться. У Марса есть арена, если что. Как раз для того, чтобы в топе что-то сделать. Дабл дэмэдж в ботле у Эмбер Спирита. Фисты в 4. Он нормально может, кстати, побить. Можен попытаться подраться, но там, видишь, врывается к Марсу в гости. Неожиданно. И пока Эра творит чудеса. И Эмбер под ДТ 1 на 1. Ну, как я говорю, не хватает каких-то моментов ЧНОВ подконтролить. Насколько ударов сделать. Ремнант там выплевывать не спешил. Опасно было выдавать там 2-3 ремнанта. Если бы не убил, потом не факт бы уж что ушел. Диффуза здесь на ПЛа. Ну, понятно, что они покупаются обычно и так. Но они здесь так классно смотрятся. Здесь столько мана зависимых героев. Вы представьте, у меня Найт без мана. Или Эмбер без мана. Или Марс. Это Марс без мана тоже. И Марс, мы знаем, у него монопол всегда маленький. И что он будет делать? То есть у Эмбера эскейпа нет. Марс просто становится, ну, героем таким танком. Ну, бесполезным. Так что будет жестко. Арена ставится. Ну, окей. Может быть, получится добиться Мишу. Миша погибает. Погибает параллельно Тине. Был ответ от Суприма, но от Суприм теперь не ясно, что будет и с ним. Второй спал нажмет. Там Ремнонт есть. О, что? А почему? Лучше просто мог уйти. Мне кажется, он ждал, что Эмбер нажмет Ремнонт, полетит. Может быть, такая была идея, я уж не знаю. А он останется в предыдущей точке, и Эмбера обманет. Сам себя переиграл. Переиграл, переиграл сам себе. 5-6 становится счет. Коэффициенты от Приматча на 10-й минуте. 2-48 Гамбит, и на ИП 1-50. Да, я думаю, будут меняться. Время от времени тут, видите, вот. Трака еще, наверное, не была учтена. И Спирид умер. Очень жирный фраг для команды Гамбит. Марс прям рашит блинг. Так можно скорее, хочет его взять. Блинг здесь. В какой-то степени, да, можно душить саппортов и одного кора, но ПЛ и его Испириты. Наплевать, в общем, на этот предмет. Ну и арену Марса в целом. Будем, как говорится, посмотреть. Раз этот Марс решил докрашить. Вышку в центре хотелось бы, конечно, задефать. Как-нибудь. Вроде Эмбер приходит с Аркейном. Тут, ребят, справляет. Ну тут друзья у Суприма, посмотри. Два друга. Ремнант попадает. Но чем дальше-то? Там нормальное замедление. А, Ремнант последний. Ага, Ремнант последний. Ремнантов-то больше нет. Рубик ворует УС. Стос. Марс рядом. Ставится Арена. Суприм. Прячется от Копья. Уходит из-под Арены. Ну, о чем и говорилось. Главное здесь, конечно, было спасти Эмбер Спирита, который без Ремнантов. Гарантированно погиб. Ну и Эмбер. Действительно, это просто Майл Штром. Против Бэлла. Наверное, еще лучше не придумать. Самое очевидное решение, да. Морф пока в топе качался. В это время, пока дрались на центре игроки обеих команд, на ходе Эмбер Спирита у нас рунное ускорение. Полезная штука. Главное, что он у Войт Спириту не достается. У Войт Спирита тоже есть Боттл. И Морф у нас качается до Яши Тираманты. Но Пэллу не так долго осталось до диффуза фармить. Скорее всего, он будет очень тайминговый. То есть там минута 15-16 максимум. И уже под это диффуза на IP могут выходить где-то делать грязь. У Инчи пока только с левелом все очень плохо. Четвертый с половиной всего лишь. Что-то Миша не может себя найти пока на карте. 0-3. И Даггер на Марсе. Вот теперь можно попытаться именно агрессивно играть на вражеской половине карты. Покупается Смоук. Где-то можно прожать его, наверное, с каким-нибудь Рубиком Эмбером. Просто Марса и Рубика одних будет маловато для того, чтобы сделать какой-то сочный фраг, там, допустим, на ПЛ или на Войт Спирити. А, Марс порталится. Но пока Смоук на двоих жмется именно. Эмбера почему-то решили не брать. А у него ведь как раз и руна ускорения есть. Че ж так. Бегут под топ. Под топом видно разве что Тинни, который фармит. Напали на Вайпера. Но тоже хороший фраг на самом деле. Да, нормально, нормально. Потому что никаких гарантий, что ты найдешь кого-то вот там, где фармил Суприм, нет. То есть что видят игроки Гамбит? Они видят в миде Вайпера, они видят 105 Тинни. Где фармит Вайл? На тройке или в лесу? Или где находится Войт Спирит? На тройке или в лесу? Вот че они фармят? Ты не видишь. Ты можешь попытаться пройти куда-то, поддайвить и надеяться на то, что ты как-то прыгнешь в NoVision нормально, дашь кнопки и убьешь Кора. И тогда все будет хорошо. А у тебя может не получиться и тебя развернут. И тогда будет все плохо. А тут убили не самую такую полезную, скажем так, цель, но при этом забрали вышечку. И поэтому вообще как бы классно все. 14-ая минута. Сейчас заспавнится какой-то пауэрап. Это в топе регенерация, Эмбер далековато. Эту регенерацию видят сейчас игроки Гамбит. И Эмберу бы туда поспешить, если он ее все-таки забрать хочет. А ему бы она не помешала. Да, он на Ремнант прыгает. Я не заметил, что у него Ремнант там есть. Суприм. Летит ему Еул. Он его дофармил. Очень хорошая штука против Эмбер Спирита, поскольку Флэймгард в 4. И плюс возможность подцепить на Ремнант у тебя всегда, если ты просто вырубаешь сразу же Флэймгард, диспейлишь. И Дефуз у нас на 14.5. Очень тайминговый Дефуз от Чарли. Дальше выход в Худу в Дефайенс. Полезная вещь. Дешевая и дает много полезных свойств тебе, твоему герою вообще в целом. Хотят напасть на Эйне. Ну, парификацион он уже нажал. Есть Хэмли Грейс, но будет тос, ману выжигают. ГА нажимает. Ну, с ГА еще поживет. Поэтому, куда ему еще, да, этот ГА тратить сейчас. Вряд ли случится какой-то тимфайт, где этот ГА вообще будет полезен, поскольку, ну, посмотри, там Тинни, Вайпер, Войт Спирит. Магического урона предостаточно. Ты что этот ГА дал, что не дал, тебя все равно там убьют. Вот. Такой выход от НИП получился. Слегка неудачный. Ну, или, как сказать, они сейчас окружают вышку в центре и заберут ее. Подэфать вряд ли смогут гамбиться здесь. Там чуть-чуть Эмберу остается. Смотри, у Эмбера, во-первых, чуть-чуть до 12-го, там Ремнанты намного мощнее. Плюс ему чуть-чуть до Молнии остается. И вступать в драку прямо сейчас Ларинов, конечно же, не очень хочется. Он постарается посплитить где-то, побегать, там, пофармить еще. Затишье такое прям максимальное, да? У нас этот выход от Омни Найт и в целом-то все. Все просто фармят. Пыел пытался с диффузами куда-то выйти, но, в итоге, я думаю, идея ясна. Будет продолжение фарма. Марс Блинкдайгер купил, но тоже вот не знаю, насколько этот Блинкдайгер здесь оказался нужен. Нечто то, что вся команда фармит, все играет в этом темпе. Эмбер купил Молнии, может быть, сейчас начнет. То, что Тени покупает, с другой стороны, Блинк. Тоже классный предмет. Тайминги средние, не идеальные. Бывало это быстрее. Но, в целом, идет так же, как и оппонент на четвертой позиции. Рубик еще и с токсином фармит. Файтболт 4, токсин в 1. Фармить кэмпы можно. Без особых проблем. Так, ну а что по остальным? Морфлинг мант, диффуза будут. Ну вот, вот он мини-ПЛ. По остальным уже сказано. Войтспирит тоже, ты говорил. И Атос прям приближается. Совсем немножко до него. Арена на Войтспирита. Ничего не нажал Войтспирит. Не нажал Юл. То есть, никак не отреагировал. Просто получил копьен. Ну, так нельзя, конечно, делать. Там, хоть и были чины, но... Грубейшая ошибка. От мидера команды Найпи. Убили Войтспирита. Потерь для гамбит минимальна. Морфлинговой треки не было. И вовсе он продолжает фармить и становиться мини-ПЛ. Убивают. Но мне на этом. Брыв от Тени. Эмбер на ремнете улетают. Но их трогать его никто не будет. Тут, правда, Сайберлайт оказывается. Хочется дать него копье. Пока чины. Вайпер, конечно, жирноват. Не хватает здесь Морфлинга. Он вот-вот подойдет. Вайпер страйк кастуется. Рубик ворует токсин. Кидает до боба Фантом Лансера. Морфлинг превращается в Пэлла. Пытается быстро убить Мишу. Еще один прокаст от Эра. Урона по Марсу пока не хватает. Но ничего. Чарли подойдет. Поможет. Добили Мишу, но очень много времени. Морфлинг теряет на Энчантрас. Многовато будет. Эра. За ним погоня продолжается. Тяжело Дурачо пока остановит. Закидывает Эдепти в Трипл Килл. И для Фантом Лансера, и для Морфлинга. Дурачо остается без ресурсов. Есть еще перекачка. Есть стики. Ну, стики в Айфор. Может быть, как-то получится. Давай посмотрим. Пока пытается просто убежать. Перекачивается понемножку. Сюда подходит Эмбер. То есть Дурачо даже готов здесь подраться. Снова убегает назад. Эмбер выигрывает много времени. Получает в итоге ЕУ. Ремнанта нет. И, похоже, драка закончится Трипл Килл с двух сторон. От двух кэрри. И все расходятся. Ну да. Как-то так. Морф, кстати, тоже Диффуз берет. Я вот только что-то сейчас заметил. Ну, я говорю. Мини ПЛ-чик у нас будет, конечно. Увлекся немного тимфайтом. Да. Да. Мини ПЛ-чик. Это вот две стратегии есть игры на Морфлинге. Ты либо... Ну, против ПЛ конкретно. Ты либо сам берешь Диффуз и пытаешься играть, как раз превращаясь в Фантом Лансера. Либо ты просто, ну, играешь свою стандартную какую-то форму Морфа. Берешь себе на манту Этериал. Пытаешься сначала за прокаст убивать героев, нарастить темп. Ну, а там уже, знаешь, всякие сатаники, скади и так далее. Тебе только в таком случае нужно, чтобы был персонаж, способный иллюзии быстро убивать. И вы сам Морф. Он молнии покупать не любит, естественно. И вот на средней стадии игры против ПЛ ему очень бывает тяжко. Просто не хватает урона. Да и не совсем понятно, кого бить среди тонны иллюзий. Но здесь для этого есть Эмбер Спирит. Берет талант как раз на длительность формы. У нас Дурачье, чтобы больше находиться в форме ПЛ. Вполне логичное решение. И снова, и снова тишина. Но ненадолго смолфтируем команда на Эфи. Морфлик уже с диффузами. Ну, саппортов вот этих купить можно очень быстро. Того же Рубика, мне кажется, это прям сверх легко сделать. Каналлиграйз на него Рубик. Есть ГА. Очень вовремя. Арена ставится неплохая. Вайперстрайк пошел. Суприм уходит. Классные чайны. Ремнант в ответ, но еще нет ремнанту самого Суприма. Бьют Марса под сеткой. Марс получает бюрификацию. Хм, наверное, в последний момент живет Суприм под эссенс рингом. Пытается уйти. Упрыгивает. И в итоге таверне оказывается только Марс. Все герои участвовали в этой драке, а погибает лишь один Марс. Добавно. Добавно. Морфлинг отрывается от ПЛ. Так серьезно, я смотрю. ПЛ. Ничего. Что-то огонит. Если игра будет продолжаться в таком темпе, тем более 2000 золота сейчас, большая разница, через минуты 10 уже так уж это будет и много. Одних диффузов все-таки маловато, чтобы именно просаливать какие-то драки, хоть и в прошлом тимпайте у Чарли все получилось. Но и манты не помешало бы нападают на Марфа. Марфа дизейблет ему очень плохо, но он перекачивается. Да, мне кажется, ему хорошо, если честно. Мне кажется, ему не особо плохо. Уходит он в моей форме. С Морфлингом тяжело будет. С остальными, мы видим, справляются. Намного легче. Вампир Борификейшн. Как же, Омни Найт хорош. Столько работы делают. Но в итоге Рубика убили. Омни Найт как-то и спасал Рубика. Не получилось. Копье выкидывают подальше в Экспирит. Это врывается Морфлинг. Пошел в форме Пэйла душить Вайпера. Вайпер очень больно. Минус Вайпер, минус Тинни. Убили четверку, убили и тройку. Погоня от Марса. Арену скоро появится. Есть Копье. Ставится Ремнан. Глимер Кейп Марса. Марс. Ну, Арену ставить бесполезно против Пэйла. Ну, можно попробовать как-то там резко, знаешь, ворваться, чтобы Пэйл не успел среагировать. Начать только надо, наверное, с этого. С Копья. Хотя, если ты Копье потратил, какой смысл Арену ставить? Так-то, если подумать, то ладно. Такая драка получилась. Показалось, что просто Морф уже не сможет в драку вступить. То есть, в него столько дэмэджа влили. Он перекачался нереально на силу. Отступил, перегруппировался и... В общем, немножко подождал на перекачке на полной. Поражал там 15 стиков примерно. И уже второй раз смог вступить в драку. Поэтому норм все получилось у Гамбит. Пока по золоту они немного лидируют. Морф у нас планирует следующим слотом БКБ выфармливать. Такой безопасный, я бы сказал, билл. То есть, играя в форме Пэлла, ты же, наверное, хочешь какой-нибудь Скаде. Или там, или Бабочку, да, например. Или, может, даже Башар, почему бы нет. Но врачи уберет пока что Блэкинг Бар, чтобы, видимо, его... Не напрягал сильно Войт Спирит. У которого, гипотетически, там уже Аганим тоже должен появляться. Вот, и своим Сайленсом он будет сильно очень мешать. Пытаются Гамбиты зафорсить Рошану. У них есть все спылы. Но удачное ли это решение, пока не совсем понятно. Тут на хайграунд у нас заходят НИПы. Активируется смок. Будет попытка именно выйти в атаку. И после драки будут, видимо... Забирать Рошана, видит настоящего ПЛ. Ой, ну что ж, ну блин, Мелес, дружище. Это же 25-ый Марс. Ну что поделать. ПЛ может быть и убьют все равно. Ну убьют, убьют все равно. Но блин. Мне кажется, имея 25-ый уровень на каком-то герое, ты вообще должен мега... Ну, как бы вот все делать круто. То есть вообще должно быть минимум таких моментов. А тут Мелес, я же просто вижу, не первый раз Компьем мажет. Это вообще базовый скилл на Марсе. Попасть Копьем. Это фактически самое важное, что нужно уметь делать на Марсе. Потому что, ну, арену ставить легко. Выпрыгнул, арену поставил. Как бы это... Это не Блэкхолл, не Реведж там, да, какой-то. Хотя, ну, Реведж, наверное, попроще даже будет, чем Арена. Но все равно, в общем, это довольно простая способность. А вот под эту арену Копьем попасть, вот это уже скилл. Вот. И не научившись этого делать, вы на Марсе, ну, собственно, играть не сможете нормально. Я не говорю там конкретно про Мелеса, да. Просто я удивился, что он промазал в такой простой ситуации Копьем. Был в упор. Рошана забрали у нас Рейдинг. После такого хорошего, удачного пик-оффа на Фантом Лансере. Дурачо продолжает качаться. Передумал покупать БКБ и берет себе бабочку. Вот. О чем мы речь? Ой, как близко было. Он сейчас убьет сам ответ. Такое ощущение, что Вейтспирит может не выйти. А Марс реально на месте, но не воспринимать того. Это был вещейший фраг на Вейтспирите. Он, похоже, все еще будет. А тут, может быть, что-то получит? Подожди, подожди. Там Астралстепов нет. А все, все, он умер, он умер. Я к тому, что если варенье бы закрыл, он бы уже не ушел. Но видишь, тут оказался рядом Марс с сеткой, поэтому контролирует. Дурачо красиво на перекачке играет уже. Который раз байтит своего соперника на спейл и переживает их. И вместе со своей командой потом разруливает. Пытаются зайти на ХГ сейчас Гамбиты. Там 30 секунд не будет Вейтспирита. Возможно, этого времени хватит для того, чтобы пробить Т3-вышку. Но не забываем, что там есть Глиф. Глиф жмут и сами Гамбиты. Марс так щитом маленечко протанковывает. Что, в общем-то, совершенно не необходимо. И дурачо врывается. Есть манта. Без причины. Копье попал. О, нормально. Слушай, у меня такое ощущение, что в NIP уже контроль на карте. Не то, что теряют, а уже потеряли. Им вообще тяжело становится. Они просто конвейером все подавали. Сначала ПЛ, а потом Рошана. Потом будет Спирит идти. И сейчас еще и Вайпер. То есть, фактически, вот этот вот трех, наверное, да, даже может быть там двух с половиной минутный промежуток, он, по сути, есть не что иное, как длинный такой длинный паровоз из чейнфида. Где там проиграли какой-то микромомент, тут проиграли, тут проиграли, там проиграли. И вот все это превращается в 5К преимущество для Гамбита. Так, как и NIP еще могут что-то придумать. Просто, ну, надо в драку нормально войти. Нужно Войт Спириту Аганим добить в конце-то концов. 25-ая минута, Юл есть, Аганима нет, непорядок. 9800 нетворца у него. Эмбер не сильно его обгоняет. Но хотелось бы Аганим уже увидеть у Суприма. Да, тяжело я на IP, а так все ведь начиналось неплохо. Первые минуты 5 на IP прям классно действовали. Мы помним, от Аэро было много импакта. Аэро ты все еще понотворца даже этого Рубика обгоняет. Я бы мне на это отметил. На позиции 5 очень много делает работы. Очень много этих припокетов. Мы, конечно, постоянно заметили господина Аэро, который пытался тут грибов как-то подъесть. Получает сетку, подходит Амбер. И заканчивается жизнь тени. При этом команда Гамбит едет с катапульты дальше. А Эгис в ревентаре еще 2 минуты. Ребята решили добить топ, похоже, пока там нет бэкдора. Ну, умно, умно. С топом будет попроще разобраться. Лифа-то реально нет. Морфлинг бьет. Притом он стоит на 1700 кп. Не проблема. ПЛ-чик немножко побил. Дурачок врывается вперед. Они этого не ожидали явно. Ну, выгляди. Слушай, там все-таки очень много урона. Там Сайленс, дурачок с Аэгисом. Стоит до конца, нажимает фейформ. Появляется бабочка. Она только сейчас доехала. Прямо под Т3. А на Эпи там не сказать, что запаниковали. Не так много кнопок нажали. Просто вот перед Саганимом немного морфлинговую жизнь подпортил. Морф отходит. При этом можно вернуться по какой-то из линий снова. Может даже по топу. И Аэгис еще минутка 16 есть. Времени хватает. Марс будет уже с ареной. Ну, дурачок, похоже, отказывается от любых идей. Говорит, парни, надо, наверное, протолкать и боковую и легкую линию нашу. А тут Смоук. Морфлинга нет. Атака на Омни Найта. Омни Найт. Похоже, Омни Найт. Все. Защищать не будет. Далеко все. А далее Омни. Ну и при этом Омни пингует, что похоже, меня заметили на Варде. Так просто. В такой точке за деревом меня не должны были увидеть. Марс гуляет. Арену ставит. Айпер влетает прямо в эту арену. Нажимает ВКБ. Очень быстро убивает Тинни. Инча чуть подольше живет. Светлочки работают. Добейте живо, наконец, Мишу. Мишу добили. Рубик ворует вайперстрайк. Добивает Соберлайта. Климер Кейп на Марсе. Работает яд. Слишком много яда. Дотикал он. И Марса убили. Но 3 в 1. До этого погиб Омни Найт. Ну, помню. Два кора на IP фармят. Вэл продолжает фармить лес. Манта, худ диффуза. У морфлинга после бабочки. Ну, вот самый Блэкинг Бар. Который и хотел дурачьем. Преимущество только растет. 7 тысяч уже. До команды Гамбит. Ну и минус Аегис. Так он не пригодился. Дурачьем очень аккуратен. За 28 минут можно сказать, что Гамбит получше, как команда. По карте действует. В общем и целом. Коры лишний раз не пидят. Ни под кого не подставляются. Эмбер и морф достаточно большие уже. В бот у нас телепортируются сейчас на дурачьем. И подраться. Дабл сайленс будет? А у него и манта нет. А, манта вообще нет. Но Га. Га активирована. Будет морфлинг перекачиваться. Как минимум уже сайленс не работает. Превращается в Фэлла. Наконец-то увидел дурачьего в драке. Убилем Нинайта. Но Нинайта уже все, что он уже сделал. Ну и Чарли гонится за Эмбера. Эмбер нажимает БКБ. Он остался вообще без ресурсов. В команде Гамбит нужно отсюда уходить. Что-то вот Гамбит себе переоценивает в последней драке. Есть тост. Эмбер пытается уйти. Тяжело дерется до конца. Эмбер сперет. Маны ноль. Убивают его все. Морфлинг уже улетел на топ. Да, только хотел похвалить. Точнее, только похвалил команду Гамбит. И тут морф такую подлянку просто для своей команды устраивает. По сути, это здесь в морфа впрягались. Правильно? Как бы это же за него эта драка началась такая неудачная. Он потратил манту на него, напал Войт Спирит. Застал его врасплох. Пришлось команде подойти как-то скиллы подсбросить. Морф-то выжил. Это, конечно, очень классно, поскольку у него топовый надворс. Но поражал БКБ Эмбер. Особо никого не убили. То есть Эмбер погиб по итогу. Хорошего в этом моменте для Гамбит нет. Тинни, правда, тут что-то забыл. Ну ладно. Ждем Скади на ПЛ. Это очень важный предмет, который будет позволять с легкостью справляться с морфингом. Там намного хуже начинает перекачка работать. И под замедлением от Скади ты можешь больше ударов дать. Это ей, в общем-то, не только против морфа полезно, но и против всяких милишников. Типа Марса и Омни Найта. Да и вообще Скади это такой вот полезный предмет. Раньше на самом-то деле свойств у этого артефакта было поменьше. Ну то есть он не давал вот этого дебафа на регенерацию. Но тем не менее его приобретали часто. Сейчас он вообще прям очень хорош. Ставится арена Марсом. Немножко кривоватая. Подцепили Ничу, Нича успела на себя повесить Глимер Кейф. И поэтому она остается в живых. Так бы ее, скорее всего, бы там закидали просто спеллами. И стараются играть в топе гамбиты. Потому что там хорошее место для того, чтобы контролить именно Рошана. Как бы враг на двою тройку так вряд ли зайдет. Разве что в смоуке долго он там стоять не сможет. А вот отпустить в лес гамбиты никого не планируют. Сейчас, правда, немножечко они теряют позицию. Здесь нападают на Рубика. Рубик жмет гост. Отсюда не уйдет. Рошан через 30 секунд заспавнится. Рубик пока не торопится выкупаться. Так, пошел. Хевенли Грейс выкупается Рубик. Сайберлайт убьет уже как минимум без Байбека. Вайпер будут, ребята, в большинстве, если драка продолжится. Врачо. Ну, дурачо ведь, что не фэлл. Дурачо превратился в инчу. Да, 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 да. Он же сейчас не может фэлл превратиться. Не может. Ну ладно, будет будущим урфлигом драться. Ничего страшного. Будет пить по Чарли. Чарли нажимает манту. Дурачо Блокинг Барбат вот закончится. Манта еще остается. Мана закончилась больше манту. Дурачо нажать не может. Но и на Эпидрат здесь не хотят. Рошан появился. Сначим, беда. На Эпи поглядим за действиями, ребят. Будут ли они этого Рошана защищать. Морфу сейчас там вгрызется. У него очень быстро забьет. Да, не только морфу. Мы видим, тут трикора выходят на этого Рошана. Поэтому если идти, то надо это делать прямо сейчас. Аэра со спайдер-легс. Аэра с блиндайгером, с глиммером. Наверное, он может попытаться ворваться туда неожиданно. Но ребята даже не проверяют. Минус Рошан. Курьер вроде как летит со стороны на Эпи. Но он уже не успевает. Минус Рошана и Экс для дурачо. И могут гамбиты дожать. Гамбиты, казалось бы, были близки уже к тому, чтобы эту карту закончить. Уже вот к этой секунде явно. Но сам дурачо-то, собственно, и оступился. Пока приходится играть дальше. И у Эпи шанс появляется. Там ПЛ-артефакты потихонечку летят. Мы видим, что морфлингу тяжеловато становится. Особенно если вдруг он там не превращается в ПЛ-а. Скоро у самого ПЛ-а будут скади. Так что перекачка будет уже не настолько эффективна. Как и буррификейшн, то же самое Миша. Ой, очень больно. Светлячки в 4. Есть сетка. Глиммер нажимает. Такой реген серьезный. Жесть, он уже фулл хп. Еще фисты. Диффуза на Мишу. Чейные адептив наконец-то убивают. Позицию 5. Бэбэ коинча есть. Тинни сейчас заберет новую пачку крипов. Если она сейчас тут появится, быстро прибежит. Проказ нажмет. Ребята из гамбит максимум одна пачка крипов. Они снова идут на топ. Хотят добиться уже башни. Здесь есть глиф. Кто глиф не жмет? Минус Т3. Оставится... Ой, какой-то очень плохой глиф. Уже тогда на тавр бы лучше нажали бы. Нежели бы на одну казарму голую. Окей, глифа больше нет. Морфы приручаются в ПЛ. Подходят к криповым команде гамбит по топу. Ставится арена. Врыв на самого ПЛ. Копье на ПЛ. Есть тост. И спасают фантом ламсера. Погоня, правда, занят. Чарли может продолжиться. Вайпер. Принимают. На Телекенез убивают. И он снова без байбека. Выкупается Миша. Все сделали для того, чтобы просто спасти ПЛ. Про какую-то драку и речи не могло идти. Врыв вот за дурачье. Но вот это может быть зря. Снова вот эта атака на Энчантерс. Не получается ее ведь быстро убить. Но Хорфлинг с Аегисом. Но вот остальные-то товарищи без. Омни Найт ворвался в эпицентр драки и погиб. Пытаются убить и Марса. Марс воюет до последнего Телекенеза. На Войт Спирит. На Войт Спирит с Чарли погибает. И байбек у Фантом Ламсера где? Он Скади купил только что. У нее нет денег. Но Морф умер. Ладно, тогда не так страшно. Раз Морф умирает, то не проблема. Войт Спирит выживает. Эмпер отходит назад. Было бы классно добить Казарму. 700 хп она остается, но похоже. И Казарму добить не получится. У Лариново все-таки есть этот. Орбов Дистракшн. Может быть как-то бы поковырялся. Там с этим бараком. Ладно. Не стал этого делать. Да. Ситуация на самом деле. Вот после смерти Марфа. Она перетекла из очень-очень плохой для Дайер. В достаточно, ладно, в нормальную. Скажем так. Не в хорошую, в нормальную. Ситуацию. Потому что остался бы Морф в живых. Он бы сейчас тут, наверное, Линии 2 бы сломал. Пока нет Пээлла. Но там что-то заспамили как-то скиллами. Он тут перекачку там где-то не наш. Да. Он где-то перекачку не наш. Смотри, он же умер. У него 960 хп. Пулл был. Сайланс вот Спирита. Понимаешь, что он может после Аегиса появляется. А там уже не Манты, не БКБ нет. Ну. Морф подставляет. А что он по Т4-то летит? Дружище. Дурочи, ты куда летишь-то? Вся команда вырождена идти по Т4-драться. Но это безумие. На ничью. Который, ну не получается убить быстро. У тебя нет. Да, она и не особо-то полезна. Эзерела, да, чтобы как-то убить. Да, и не сказать, что она там в драке супер импакт дает какой-то. Это не дезераптор с Агаримом, которого нужно убить обязательно. Ну это нича. Че она там бегает-то? Да, зря, зря. Ребята из Гамбит. Они остаются с не самым-то высоким преимуществом. Выдушно с Морфингом работать могут. Бэлла, если в драке так получается, что он все же живет, давать быстро его как-то сейвит, он начинает тушить. Это прекрасно наблюдаем. Помни на этот блинк. Арканы. Ну, по правде говоря, можно и огонь имя каком-то, если что подумал. Желание играть с длительным утимейтом. А так, какие еще есть варианты? Лотус можно покупать дефолт. Можно. Можно хоть грифсы и арканы есть. Четыре стеник. Посмотрим. Тридцатьседьмая минута игры пошла. У нас коэффициенты от паримача появились, а то у нее же на какой-то момент закрылись. Гамбит, один-тринадцать, а на IP пять-сот. Наши друзья непреклонны. Считаю, что гамбит в этом матче все равно. Да-да, темпер будет сшивой. Еще одна штука, чтобы можно было с иллюзиями разбираться. Ну и в целом, приятные предметы. И брони добавятся. До эмбера по броне все туго. Только 18 единиц. Для такой минуты этого мало. Вайпер купил себе гост. Гост пайп. Лайт мэйл. Тайберлайт теперь тоже потенциально будет поживуче. А то его убивают. Мы видим за один стан. Потом со стана выходит под диким замедлением. Его просто ручками добивают. Гостом, может быть, этого не будет. Без полпризма выпадает. Хорошая штука. Морф забирает себе. Посмотрим сейчас на кулдауны. Но у него на ульте точно уже... Длительность 36. КД 32. Ну там и без полпризма тоже. Все в порядке было бы. Новый форум тоже низкий КД. Только почему-то не показывается, сколько у него нового форума. Потому что не уйти по два заряда. Перестало показываться, сколько КД. Забавно. Но эмбер тоже был бы рад, что это подобное получилось. Но за счет арбы он дебаф накладывает по всем. При помощи фистов. Так что, может, и можно оставить арбу. Вполне профитно. Через две минуты может Рошан заспавниться гамбитом. Либо прямо сейчас идти куда-то драться в смоуфах. Либо все-таки колдиться до следующего таймера. О! Дабл дамедж-то появился. Морф сразу такой. Так-так-так, интересненько. Перекладывает диффуз. Берет боттл у эмбер спирита. Но первые 6 секунд после активации дабл дамеджа он будет без диффузов. То есть особо... Никого подзамедлить он не сможет. Только за счет скадин. Такая у нас пошла текучая. А у нас, знаешь, волнами идет игра. Спокойно, спокойно. Потом бац, взрыв. Но сейчас уже гамбитом... Сейчас, говорю, уже гамбитом бессмысленно куда-то идти. Потому что они пойдут подерутся, а там Рошан заспавнится. И орать потом. У-у-у, как нам не повезло. Рошан ранний появился. Какие точные выходы делать? Там какую-то соло цельную хотелось бы. Но мы видим, что я на IP играет аккуратно очень. Но до Рошана еще непонятно. Да, может быть минуту реально ждать. И все четыре тут. Понятно, гамбитом поскорее хочется. Потому что Пэлл там сладко набирает. Мы это остановить. Дотой. Я просто доту выкину. Понял? Понял, плюс принял. Понял, просто доту выплюнуло. Поехали. Ну, я думаю, ничего не произойдет, показали мне. Правильно отметил. Кто-то никуда не пойдет. Тем более пока Пэлл без МКБ. Бабочку пробивать. Даловато. Что я тут? Хотел что-то стоять, смотрит. А, Рошан появился моментально, да? Или что? Что мне пока? А, логотип Рошана есть, а Рошана нет. Там такой баг просто, да. Там через 15 секунд только основной таймер. И еще потенциально 3 минуты может быть. Да, да, да. Дабл дамедж активирует. О, ну слушай, тут-то и без Рошана можно подраться. Ижин был, только что замесливает Спирит, а он уходит. Мне чуть поближе подойдут, конечно, подраться можно. В чем проблема? Без проблем. Влетает Эмбер Спирит на Сейберлайт, а сразу, правда, не кинет его. О, еще и приставил удар, получается, прорывается морфлинг. Но пока ничего не видно. Ставится арена. Ну, вайпер в ряд. Вайпер все. Чил. Окей, Этериал. Нет, это Этериал. Я думаю, вспоминаю, что морфлинг, а это Тинни неожиданно с Этериалом. Но БКП нажимает, дурачье, врывается, превращается в тинни. Не то. Не то, совсем не то, дурачье. Опасно очень, морф может просто умереть. Га, в последний момент вейформа ТОС, телепорт сбивается, дурачье. Сейчас останется просто без маны. Да, но это, конечно, придядь. Блин, она какая-то. Че ж дурачот-то летит-то дальше? Вот казалось бы, он как будто... Причем еще в форме Тинни, а не в форме БЛа. Да. Ну вот, Рошан через минуту. Там, конечно, будет небольшое окно у ИНИП, чтобы этого Рошана забрать. Но они должны прям сразу туда пойти, как только Рошан появится. Вот прям как только сразу появится, они сразу должны туда выйти и этого Рошана бить. Иначе они просто не успеют. Далековато, конечно, лезут у нас. Прям далековато. Преимущество у них есть, но оно небольшое. И, конечно же, находясь в позиции когда-то на лоу-граунде, а враг на хай-граунде. Плюс он еще под Т3 вышками. Там аура брони, аура хп-регена. Тинни выдает проказ в Омника. Тот живет под Гриммером. Ставится арена. Неплохое копье. Успеют ли НИПы подойти здесь помочь как-то Тинни? Похоже, что нет. Но Рубика забрали. ПКБ активирует Эмбер. У него есть еще один Ремнант. Он этот Ремнант кидает. Его циклонят. Он попадает на Ремнант. Принц Найф. Сайлэнс. И он умер. Покчам. Это Покчам. 530 золота для Вупсеня. Вот, кстати, все думал. Когда же удалось... Ну, мы просто часто очень, знаешь, как-то героя с тобой сленгом называем. Там антимем, там вот это вот все. Вот еще есть Вупсень. В простонародье, скажем так. В матчмейкинге. Среди гулей, скажем так. Рашан с рефрешеном. Рафреш в Эспиритул неплохо, наверное, забрать. Для Ремнантов дополнительно? Да, наверное. Для Ремнантов и пульсы. Он там еще и в БКБ сейчас выйдет. Он там еще в БКБ сейчас выйдет. У него есть... На Тауэрхорн. Микро БКБ. Потом еще большое БКБ. 50 секунд. Да, может, заспавнился. Но из-за того, что Эмберт намернет, в контесте этого Рашана не получится. И вот как раз только собираются где-то ближе друг к другу у нас игроки Гамбит. Чарли забирает Аегис. Чарли уровень 25. Апнулся. И что же он возьмет? Доппельгангер или криты? Берет себе доппельгангер все-таки. Но вот такого ПЛ не остановить уже, честно говоря. Я не знаю. Как бы одних молний Эмбера маловато. Морф уже... Он не делает прям так много этому ПЛ, как минут 15-20 назад. Тут уже 3К хп. Тут уже, извините меня, сатаник наклевывается какой-то. Стат резист какой-никакой имеется. Ну ладно. Шива еще дополнительный даст дебаф по иллюзиям. Еще как-то, наверное, можно попробовать. Ну вот ПЛ доберет себе сатаник и реально будет трудно. Дурачо в игре сделал 2 ошибки. Столько же смертей у него. Но, видите, этого хватает, чтобы игра была полностью перевернута. И на IP теперь ведут. И на IP выходят. Дурачо. В новой форме полетел. Чарли против Дурачо. Драха 1 на 1. Дурачо превращает квадрат с ПЛ. Хорошо. Пытается Фантом Лансера быстро убить. Ну больно, больно ПЛ. Да, убили. Минус Фантом Лансер. Соберлайт оказывается в гости. Рубик ворует токсин. Появляется Чарли. Еще один доплгангер. Ну и Вайпер опинает. Га активирован. Можно морфлингу сжечь ману. Нажимает ПКБ. Убивает Вайпера. Вайпер без Вайбека. Дурачо под Га. Под ПКБ летит дальше. То есть перед на Астрал Степах упрыгивает. Остается еще Горн Минотавр. Нажимает его. Есть рефреш. Астрал Степ еще один в запасе. Поэтому не так страшно. Но, может быть, придется нажимать. Пока ждет. Пока ждет момента Суприм. Просто отходит. Морфлинг остается почти что без маны. Попытается сделать телепорт. Его тут же сбивают. Юл. Ремнант. И морфлинг. Да, по-моему, его продают. Тут уже все. А как его поможешь? Никак его не задефать. Да, задефать просто не о чем. Минус морф. Байбек есть. В идеале заставить бы сейчас морфлинга выкупиться. Я думаю, что НИП это сделают. Прим сейчас восстановится. Может, травела вообще кид? Пойдем сделать ПТ-продать. Травела купить. Да можно. Но просто и так, я думаю, зафорсят морфа на выкуп. Ну да, он на остальных тапах сейчас допрыгает. Все-таки БКБ берет, перекладывает вместо Ботла. Ребят, из НИП... Пока как-то я не вижу вселенского желания пойти, будем сломать, зафорсить бай. Мы видим, что Суприм идет толкать. Но мне кажется, тоже зря. Кажется, зря. Можно сломать, конечно, и Т2 на центре, и Т1 на топе, и Т2 на топе сломать. А можно было бы постараться морфинга заставить бай нажать. Или понять, что бай там вообще нет, это сломает на мид неожиданно. Ну, варианты разные могут быть. В итоге ребята ничего не ломают вообще. А вдруг у него реально бая нет? Ну, типа, откуда ж вы, ну... Вы ж не можете этого знать. Ну да, наверняка все-таки есть. У него не появлялось каких-то крупных слотов за последние, там, несколько... Так что, наверное, денежки у него какие-то есть. Но, блин, байбэк на 45-й минуте, это фактически... Ну, последняя ошибка, да? Последнее право на ошибку. Если ты вот на кэри на своем потратил байбэк, то ближайшие 8 минут допускаешь еще одну ошибку, и все. ГГ. Потому что выкупиться ты не можешь. Тебя убиваю. Помочь своей команде ты не можешь. Ты топовый надворст на карте. Ты самый главный герой. Но тебя нет в игре. Ну, не порешили, что самое время немножечко покучаться. Ну, часак, 47-ая минута неожиданная. Надо пройтись по предметам саппортов, а то этот Эзерил увидел неожиданно было. Эзерил, Глиммер, Блинк, реагирует тени. Энча фармит Хекс понемножку, по чуть-чуть. Конечно, без талантов на золото, как раньше делать это тяжело. Мы видим, много времени требуется. Но, конечно, понемножку накапливай денежки. Ну, и с другой стороны, Рубик, Госглиммер, Блинк, Линза. Очень набрал много дешевых слотов Рубик. Так, что из дорогого можно взять? Здесь реально какой-то классный предмет. Ну, лотуса какие-то опять же покупать надо. Дополнительная защита для морфлинга. Пожелее вообще ни одного лотуса. Ну, один лотус у Марса, ну, можно и 2, и 3. Ёмни-на, это можно купить. Рубик. Вообще классно. Тем более, собирать. Вот, стоп, Наркана там взял. Или разобрал. В ситуациях. Так, Эмбер, Аганим. Шиба, Молнии, БКБ. Спалпризм. Морфлинг с Левелером бегает. 26 уровень. Тут Сатаник остался. И... И все. Диффуза меняет, наверное, когда ты играешь в билде против ПЛ, не хочется. И Миморф бегать. А так-то тут уже ничего не поменять. Аганим можно купить. Можно купить. Иганим, превращаться в Омни Найты, как вариант. В общем, Аганим-то сейчас ПЛ может купить. Маскит дисконнект. Ребята решили сделать брейк, видимо. И еще раз коэффициент от паримача взглянем. 1.40 на НИП. 1.37 даже уже. И почти 3 на команду Гамбит. Коэффициенты просто туда-сюда прыгают. Качели бесконечные. И мы видим, что НИП хоть и ведут 3000 золота, но тут по драке вообще непонятно, как пойдет. Мы видим, что ПЛ убивают легко. В прошлой драке он хоть и был с Аегисом, но без Сатаника. Убили его там за секунд 7. Потому что сейва толком на ПЛ нет. Если у команды Гамбит есть, ну как минимум, у Нинайт. То от НИП максимум какую-то Глимер увидеть можно. Все. Больше ничего ПЛ убить нельзя. Допплгангер он взял. Не знаю, может быть зря он взял эту Допплгангер. Мог бы сейчас критовать там. По-серьезному Допплгангер не сказать, что сейчас пока помогает ему. Дело в том, что урона по иллюзиям очень мало. А когда урона по иллюзиям мало, талантный Допплгангер это прям имба. Не контримый Войтспирит ошибается. Погибает. 100 секунд его не будет. Вот вместо того, чтобы оказать давление самим на соперника и заставить Морфа выиграть. Вот представь себе. Сейчас бы ребята ломали Т3. Выкупился бы Морф. Вот разве могло бы что-то подобное произойти? Гамбиты наверняка бы играли очень осторожно, не имея байбэка на Морфе. А так, пожалуйста. Вот вы Морфа выкупаться не заставили. А он вперед выходит с арены и убивает вамкора. И начинает ломать бараки. Собственно, ПЛ тоже немножечко подставляется. Его цепляют в Телекенет. И для Миркей покупается Войтспирит. Наверное, надо перегруппироваться, ибо нет арены. Но Эмпер стоит уверенно до конца. Он сам понимает, что Ремнант есть, поэтому всегда можно уйти. Эмпер отходит. Погонь уже от команды Найпи. Но вот они тоже не понимают, насколько глубоко можно заходить. Там ведь можно показаться в ловушке, но потом у тебя неожиданно. По итогу байят Войтспирит. Ребята из Найпи злые хотят этот бай реализовать. Побежали. Ну, слушай, может быть интересно. Давайте байбэки. Включим Морф с байбэком. Это, наверное, самое главное. Байбэк его на Найпи. Тут все будет грустно. Атака на умни на это убивает его быстро. Хочется еще. Все, уже не будут подсейвать для того же Морфлинга. Эмбера принимают дурачье. Делает телепорт, уходит. Ремнанты от Эмбера. Ну, конечно же, Эмбер улетает. Аганим куплен, поэтому на ремнантах улетает. Эмбер прямо в другую часть карты. Делает это за несколько секунд, еще успевает ТТД проконтролить. Красота. Заставили нажать бай. Потери минимальные. Но это еще не конец. Это еще не конец. Эмбер вышел. Интересно. Ну, ремнант есть. Жесть, какие-то ремнанты аганимные. Просто безумные. Марс хочет ворваться. Есть арена. Арена ставится блинкаут от Тинни. Уходят все из-под арены. Выкупается Omni Night. Пошел Тос. Тинни очень больно. Глиммер не спасают. Убивают Тинни. Чарли. Ну, Чарли-то отдавать нельзя. А Фантом Лансер уходит на манте. Прибежал на крипа. Ставится ремнант. Рывается в Эйдпер вперед. Но как-то его никто не поддержит. Он рывается. Пока только один. Пытается Вайпер плеваться по Марсу. Марс нажимает горн Минотавра. Почти что убили Эмбера. Эмбер под БКБ. Под Вайперстрайком. Пытается уйти. Хватит ли урона? Не хватает Эмбер. Все же живет. Уже на фонтане восстанавливается. Omni Night на фликере. Как же удачно его прыгнул. Бо видели? Просто по идеальной траектории фликер. В сторону базы. И уходит и Omni Night. Который после байбека был. Между прочим. По байбекам разменялись. Выкупалась четверка. Его купилась пятерка со стороны на Эпи и Гамбит. Соответственно. Морфлинг себе покупает Сатаник. Наконец-то. Может быть. Да. Ривер. Ривер есть. И что самое главное. Есть и байбек. Любая остается раперосик. Дальше там уже раперосик потихонечку дойдет. Атака Сатаник он добрал. Да. Это он имеет 4000. Понятно. И опять все крутится вокруг Рошана. Мне кстати кажется. Что надо сократить рандомный таймер на Рошане с 3 минут до полутора. Чтобы ну как-то подинамичнее были игры. А то у нас реально часто такое бывает. Что вроде бы все драться готовы. Но никто не хочет идти. Просто потому что в любой момент может Рошан заспауниться. И ты не знаешь появится он или нет. Надо за него драться или нет. Это так немножко туповато. Очень-очень нагло тратить Доппельгангер Чарли получается. Ой. Почти получилось за один стан убить. Ну и то Пл понимает что далеко не убежать. Он умирает. Я вижу. Да. Ну в байбах есть. Но выкупится наверное да. Ну пускай выкупается да. Там Рошан как раз сейчас может появиться. Вот курочку бы туда отправить. Да в байбах заставят нажать. Если нет бай то надо ломать. А если есть бай то пусть выкупается. Только нужно это осторожнее делать гамбитом конечно. Потому что тут можно остаться. Надо быть. А. Рошан еще минута. Рубик телекенес. Неплохо. Хорошо. Эбер ворвался. Копирует спирит. А у Эбер спирита без байбека. Нет байбека. Вырывается Пл. Морфлинг превращается в Пл. Почти убивает Эмбера. Эмбер еще немного. Совсем чуть-чуть осталось. Урона внести. Глимеркейп. Рефикейшн даст. Работает. Пл идет до конца. Еще от Нефисты. Чарли на ревнате улетает на Эмбер спирит. Чарли тратит слишком много времени. Пытается уже убить Омни Найт. Омни Найт не может уйти. Есть бринг через секунду. Глимеркейп очередной. От тиммейта. Там по-моему Марс. Нет не Марс. Активу кто-то другой. Это был. Ставится пауза от дурачья. ФПС у ребят. Это Фантом Лансер. Добро пожаловать в Глобу. Да, да, да. Это Фантом Лансер. Реально. Иллюзия. И там наверное не только Фантом Лансер. Фантом Лансер может быть поэтому. Да, их же там двое. А Кримсон только с одной стороны вроде. Так, Эмбер. Но Эмбер может на базу сейчас ТП нажать, если что. А, у него даже ремонта нет. Нажмет ТП. Не вернется назад. Марса отдают. Марс байбеком. Если что. Рошан 34. Теперь это то есть в драке в любом случае не будет. И пи. Все тяжелее и тяжелее. Будет, потому что байбеков нет. Два кора без бая. Одним вайпером сет не будешь. Потом пока ребята фпс восстановят. Первая карта у нас затягивается. У нас с тобой форс аура. Болгих карт. Я вчера комментировал с бобрухом. И три карты на минут 30 посмотрели. Супер динамичные. Здесь это в общем-то тоже динамичное. Но до последнего тирота осталось. Немножко. Ну, да. Десять минуточек. Омнинайт случайно нажал дисконнект. Ну, а что делать? Ну, конечно, играй с четвером. Будете контролить. Что? Он просто нажал дисконнект. Ну, там же этот баг, помнишь, был? Я не знаю, может он остался? Какой? А. Ну, что ты реконнектишься и жмешь дисконнект. Что-то такое я вот помню происходило. Происходило. Короче, я могу так сказать. У меня со мной такое на стриме случалось. Ты играешь. У тебя подлагивает. Ты нажимаешь дисконнект. И потом нажимаешь, типа, выйти из доты. Ну, типа, закрыть доту, типа, перезайти в нее. Понял? Ты нажимаешь на крестик. А вместо того, чтобы предложить тебе выйти, игра почему-то переводит мышку на абандон. И задает уже вопрос, покинуть игру или нет. Ну, ты ж, типа, не читаешь. Ты ж, как бы, нажал на крестик. Тебе наверняка, там, должно спросить, типа, выйти из игры. И ты нажимаешь да. И ты, как бы, вместо того, чтобы закрыть доту, ливаешь из игры. Может, тут что-то такое произошло? С другой стороны, ребятам что, не привыкать? Как будто не играли в игре матчмейкинг, где какой-то чел ливнул, там, и так далее, на сороковой минуте. Я не понимаю только, почему в таких ситуациях нельзя, ну, типа, закупать вот этого чела. Да, да, это странно. Чего это за бред вообще? То есть, у него пропадает сразу вся голда. Да, ты можешь сам решить. Ну, типа, например, одно дело, у тебя ливнул какой-то там саппорт, который, ну, ничего не может делать, например, да, там, слишком underlevel. Ты просто его всего продал, и, как бы, дополнительная денежка тебе капает за то, что он ливнул. А если у тебя ливнул керри? Ну, блин, почему его нельзя докупить? Почему им нельзя выкупиться? Почему ему нельзя, там, какие-то, там, еще... Ну, ладно, давай драку смотреть. Морфинг врывается. Ребята решили даже не ждать Рошана. Бэлла почти что убили. Живет Фантом Лансер. Дурачи врывается. Чарли, Чарли еле живой. Надо спасать. Ну, рапир у морфлинга, да, поэтому столько много урона. Ясно. Я тут думаю, откуда такой чудовищный урон? Это просто хитрый прием, чтобы набрать классы. Типа, смотрите, парни, мы просто четвером развалили. Ну, значит, если у меня сейчас ставка была бы на команду Гамбит, я бы немножко, это, на очко бы присел, так сказать. Я думаю, что такое прям произошло с работягами общательно, что Гамбит все равно побеждают, что-то в голос игры. Ну, ладно. Интересная концовка, по крайней мере, немножко тягомотная такая была мидгейм стадия, но концовка мемная. Просто дисконулся. Ну, бывает, бывает, ладно. Небольшой перерыв, вторая карта, я думаю, что как раз есть время налить чайку там или морсику. Или еще чего. Да, давайте, наливайте чего-нибудь вкусненького, и через 15 минут возвращаемся на вторую карту.